Мы сегодня будем говорить о концепции болезни химической зависимости. Ни много ни мало. Это очень важный аспект. Знаете, чтобы решить проблему, нужно очень четко понимать ее суть. Если мы не понимаем проблему, то можем выбрать неверный путь решения. Чаще всего, как проблему выделяет само употребление наркотиков или алкоголя. Не правда ли? Кажется, что если остановить употребление, то проблема решается. Био-психо-социо-духовная. Мы вот в этом порядке раскладываем вообще общее понятие «жизнь». Есть такое слово «жизнь». И для удобства, чтобы разобраться, чтобы детализировать и четко понять проблему, мы разделяем это понятие на четыре сферы. Био-психо-социо-духовная. Чтобы очень четко разобраться, что же в каждой из них происходит. Есть, собственно говоря, такая Всемирная Организация Здравоохранения. И в 50-х годах впервые наркомания и алкоголизм были занесены в реестр и были признаны болезнью. Огромное количество людей живут в заблуждении о том, что это не болезнь, а проблемы характера только. Или это проблемы окружения человека, слабость воли. Слышали такое? Что же, собственно говоря, вот в этом посыле самом взять себя в руки заложено? Заложено как раз-таки ошибочное представление о том, что зависимость – это некая блажь и проблемы характера конкретного человека. Ну, людям, которые просят взять вас себя в руки, кажется, что вы способны это сделать. Ну, правда в том, да, что каждый из нас в свое время заблуждался в том же самом направлении, да. Мы же пытались взять себя в руки. Нужно просто принять решение, да, из понедельника начать новую жизнь. Было такое, что мы получали на выходе – разочарование и отчаяние. Потому что очередное обещание, данное себе, не выполнено. Итак, в 50-х годах зависимость была занесена в реестр. И по подсчетам специалиста в мире от этой болезни умерло больше людей, чем за всю историю мировых войн. Вы знаете, что есть такая статистика, что каждый день в Российской Федерации от болезни химической зависимости умирает 300 человек. Примерно. Ну, в один день 297, в другой день 304, но примерная средняя цифра, да, взятая за несколько лет, это 300 человек в день. Представьте себе вообще. Я позволю себе такое сравнение. Вы слышали о теракте в Санкт-Петербурге? Погибло 11 человек, порядка 50 получили ранения. Понимаете, да? И это общероссийская трагедия. В метро была взорвана бомба. Скажите мне, если подумать о том, что каждый день в Российской Федерации умирает 300 человек от последствий и зависимости, является ли это трагедией? Каждый день! По-моему, да. По-моему, это так. Ошибочно поставленный диагноз ведет к тому, что человек вроде как занимается лечением, а эффекта нет, потому что проблема определена неправильно, не в том направлении. На сегодняшний день мы имеем достаточно полную концепцию проблемы, да, и, соответственно, это дает нам шансы подобрать более максимально адекватное лечение. Если мы примем такую концепцию, что зависимость – это проблема воспитания, социальной изоляции и низкого уровня образования, то и решение этой проблемы, да, соответственно, казалось бы, повышение качества воспитания, повышение уровня образования, да, и в интеграции человека в другой социальный слой, например. Наверное, все эти факторы, они имеют влияние на развитие болезни, но первой причиной не являются. Нам очень важно понимать этот момент. То есть все, что я перечислил, является условиями, возможно, способствующими развитию заболевания, но не являются первопричиной. Каждая отдельно или в совокупности. Вот это очень важно понять. Потому что если мы находимся в иллюзии, что болезнь зависимости лежит своими корнями вот в этих факторах, да, мы неправильный путь лечения выберем и будем концентрироваться не на тех задачах, которые необходимо выполнять. Понимаете, вот в чем дело. Но правда в том, что, опять же, лирическое отступление, что в выздоровлении у кого был опыт ремиссии, да, как раз-таки, да, в приоритеты, да, ставится социальная сфера, да, развитие в социуме. Ну, простое выражение, в повышении финансового своего, ну, благополучия, да, улучшение финансовой сферы. Или же, да, в реализации своего личностного потенциала, да, то есть там смене круга общения только, например, да. Ну, идея такая, если я буду общаться с правильными людьми, я не буду употреблять, да. К чему это приводит? К срывам, к возвращению, опять в ту же самую точку. Это хорошо, если в ту же самую, да. То есть те люди, которые в срывах возвращаются в самое начало, люди счастливые. Очень часто бывает, что люди уходят далеко в минус. Узнайте, как помочь вашему близкому уже сегодня. Только полезная информация от экспертов лечения наркозависимости. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok